8 августа в администрации города состоялись публичные обсуждения предложений, выдвинутых эскетинцами в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На публичные обсуждения собрались специалисты администрации города и представители общественности. Говорили об актуальном и нестареющем, о дорогах, их общем состоянии и необходимости ремонтов. В соответствии с приоритетом проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году выбирались участки дороги в соответствии с предоставлением информации ГИБДД по участкам аварийности. Было выбор на три участка. По улице Советская-2, от улицы Школьная до улицы Кирова, от улицы Лизы-Чайкиной до улицы Комсомольской. Третий участок по проспекту Юбилейного, от ГИБДД до остановки Газовой. Значит, проект сейчас реализуется, все три участка на участках работают. На 2018 год в планах у нас тоже было заложено три участка. Это два участка по улице Кушкиной, от Лизы-Чайкиной до Комсомольской. И от Карагеева до улицы Вакзали. Но так как в этом году они будут заасфальтированы и приведены в соответствии, значит, эти два участка обладают. И третий участок был по проспекту Юбилейный. От улицы Карломарса до проспекта Юбилейный, 1Б. С 21 июня по 3 июля жители города Искитима могли выразить свое мнение о том, какие участки дорог следует ремонтировать. Поступило всего четыре предложения. Включить улицу Канатную от дома номер 3 до дома номер 27. Также улицу Канатную по улице Гоголя включить в программу. Включить в программу улицу Советская от улицы Комсомольской в сторону Шипунова. И проспект Юбилейный от ДК России до Кугового перекрестка от района Подгорния. Значит, 26 июня этого года состоялось заседание основной рабочей группы по вопросу обсуждения и рассмотрения поступивших предложений. По итогам рассмотрения было принято решение внести на рассмотрение основной расширенной рабочей группы два предложения. Это что касается 2018 года. Наиболее актуально провести ремонт улицы Советской от улицы Комсомольской в сторону Шипунова в рамках выделенного бюджета, что она будет выделена на следующий год. На 2019 год включить в программу проспект Юбилейный. Выбор на Советскую пал не случайно. На нее уже есть проектная документация, необходимая для соблюдения всех правил, предшествующих ремонтным работам. Разработку документации на проспект Юбилейный хотят включить на 2019 год, чтобы отремонтировать его в 2020. Длина ремонтных участков будет зависеть от выделенных средств из бюджета. Обсуждения начались с того, что Юлия Валова, начальник управления ЖКХ, отметила, что упомянутая проектная документация на улицу Советская была разработана 4 года назад и нуждается в доработке. Интересовались эскетимцы и судьбой других дорог, находящихся в плачевном состоянии, к примеру, участком, ведущим к микрорайону Южный через Индустриальный. После 2019 года уже в этой программе в зарпасной и качественной дороге предполагаются уже капиталы емкие мероприятия. Если еще в 2018 год это будет реконструкция аварийных участков дорог, с 2019 года уже эта программа будет вызываться, если она будет продолжать существовать, капиталы емкие мероприятия. То есть это строительство новых дорог. Но вот здесь, если жители и общественный наш Совет принят такое решение, что именно нужно как правило, то им, конечно, нужно будет рассматривать. С 2019 года уже должны быть в этой мероприятии, которые будут спускать емкие. То есть это строительство совершенно не может быть. Но хотя мы здесь с вами все жители, мы понимаем, что у нас любую дорогу возьми, и любую можно назвать строительство. То, что мы называем сейчас ремонт, например, закрывать свой вопрос, и у вас есть. Необходимое информационное обеспечение жителей города Искитимов все-таки немножко, чуть более активизирует. Потому что четыре человека, которые высказали свое мнение, но явно это не то количество, которое я хотел бы что-то сказать по этому поводу. Поэтому, ну, тем более сейчас и период такой, очень удачный, летний, пускай и прочее. И все-таки, я считаю, что необходимо чуть более активно этот вопрос поднимать в средствах массовой информации. И в печатных, в том числе, потому что далеко не все имеют возможность войти в интернет и в интернете ознакомиться с этой информацией. Причем информация не только о том, что планируется, или ставить вопросы перед жителями, что бы они хотели видеть, но и о том, что сделано уже, потому что, и почему мы это сделали, почему заложено было три участка, да, а мы остановились на том, что купил улицу Советскую на следующий год. То есть люди должны видеть, что работа идет, работа идет планово, постепенно, последовательно. Думаю, что, наверное, при таком взаимообмене информации все-таки несколько активизируется, потому что я, ну это сто процентов, что люди не безразличны от того, что происходит на данном городе. Несмотря на то, что мы даем информацию на сайте города, в средствах массовой информации такие предложения будут размещены, да, жители у нас не особо активны. Поэтому у меня вот встречное предложение, у нас не зря такой большой общественный совет. Мы немножко здесь в своем управлении с администрацией, может быть, мы свои ошибки сейчас увидим. До того, я сейчас предлагаю, до того, как мы размещаем информацию на сайте, мы будем в письменном виде, либо по телефону эту информацию давать по рассмотрению и по запросам предложений по дорогам членам общественного совета. Потому что общественный совет, вы же понимаете, что предполагается не только должен голосовать за против, да, а еще и дальше нести массу, если вы везде работаете, вы члены молодежных отделений, трудовых коллективов. И может быть, если вы нам администрация, управление, уже как вы будете в этом помогать, вы получаете от нас заранее вот эти вот наши вопросы в письменном виде, что собираем предложение, мы все нам станете на 20-й год, а вы дальше тоже помогаете нам нести массы. Потому что из Китива у нас все-таки, да, средний возраст населения таков, и основная часть населения, что у нас особо с интернетом не дружит, молодежь сможет, правда? А вы, может быть, будете рассказывать знакомых, коллективов на работе. Таким образом, у нас заявок будет больше. Что касается отчетов о том, почему выговоры у нас заявлены в изначально программе на 3 маленьких участка, но сейчас предлагается 1 большой. Но здесь, по логике вещей, вот в этом году у нас 3 маленьких участка. Потому что участки отправились, вы все знаете, как особо аварийные участки по данным ГИБДД. Когда формировалась вот эта программа, на 17-18 год именно участки пролились по данным ГИБДД. Нам четко давали информацию, и мы не могли ее отступить. Сейчас мы понимаем, министерство понимает, разработчики программы на уровне Российской Федерации, все понимают, что такие короткие участки, они не дают именно вот этой безопасности, качественности и эффективности. И, в принципе, население, оно не увидит, куда потрачены деньги. Потому что, конечно, когда у нас такой маленький участок, буквально тысяча метров, да, а там порядка 40 миллионов стоимость, ну, не то, что простого жителя, сразу и профессионал не понять. Правда же? А когда будет сделана большая дорога, как вот сейчас предлагается, большая дорога улицы Советска, тогда уже всем будет видно, что деньги, вот они вложены в большую дорогу, в которую можно нам больше проехать, по работе. По результатам обсуждения, предложение о внесении улицы Советская в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» принято единогласно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова